Всем привет дорогие друзья, на связи GrimOptimist и сегодня мы с вами поиграем в World of Warships и поговорим про кораблик по названиям Вакатаки. Надеюсь, что я правильно прочитал его название, японское. Полным-полно на ютюбе обзоров там Юмикадзе, Исакадзе, Миникадзе, все знают, что это нагибные машины, но вот про Вакатаки ни хрена практически нету. И это не случайно, на самом деле, так как данный эсминец среди лоу-левельных японских, наверное, самый, ну по моему мнению, самый слабый. У него нету каких-то ярко выраженных крутых достоинств, то есть это по сути тот же самый Юмикадзе, да, только слегка там измененный. Скорость, да, хорошая, ну нормальная, скажем так, у машины почти 36 узлов. Хорошая маневренность, ну это стандарт в принципе для любого эсминца. Торпеды, друзья, здесь, ну, могли бы быть и получше. Дальность хода всего 7 километров, то есть у того же Юмикадзе гораздо больше. Скорость хода 57 узлов, тоже не особо. Скорострельность, ну, 1.4 выстрела, не сказать, что прямо это так уж много, здесь у нас тем более всего лишь 2 торпедных аппарата по 2 торпеды. То есть, ну, не такой уж большой запас. Основные орудия 3 штуки, калибра 120 миллиметров, дальность стрельбы нормальная, урон, ну, для эсминца тоже в принципе нормальный. Самая большая проблема, как вы знаете, на японских эсминцах это плохая скорость поворота самих башен. Вот я все время, ну, немало отыграл на японских эсминцах еще до вайпа. То есть, это вообще был мой любимый класс, а в основном на них я играл. Поэтому, в принципе, довольно-таки неплохо помню эту машину. Правда, я слышал, что что-то там меняли эсминцы, поэтому, возможно, она уже не такая мощная. Что касается модернизации, нет вообще смысла ставить сюда ничего. Ну, только если есть лишние деньги, как бы, некуда девать. Потому что, ну, там, как всегда, оборудование, уменьшающие шанс крита, машина проходная, пройдется там за несколько боев буквально, и смысла по мне особо нет заморачиваться. Но вот я бы поставил голдовый дым, во-первых, обязательно, во-вторых, я бы поставил по возможности вот этот вот камуфляж. Вот, это полезно, друзья, просто полезно, потому что, ну, эсминец, он должен быть незаметный, и дым, и камуфляж нам в этом немножко помогут. Тем более японский эсминец. В принципе, все, давайте попробуем поиграть. Вдруг что-нибудь получится у нас с вами. Вот. Я очень хорошо помню, вот, Юмикадзе, я на нем вообще много отыграл в свое время. Исакадзе мне очень понравился. Миникадзе просто бомба вообще. Отличные машины, все очень-очень мощные, классные. Ну, ничего плохого я про них сказать не могу. Но вот, почему-то в Акатаке у меня как-то вот выпал, да, я в свое время... Еще тогда как-то не впечатлила меня эта машина, да, этот корабль. А уж сейчас-то, наверное, тем более. Попробуем. Я на нем, правда, отыграл уже несколько боев, но это было несколько дней назад, даже, наверное, недель. Там не было возможности особо играть в корабли, поэтому я подзабыл. Сейчас вот попробуем вместе с вами вспомнить. Ну, я, в принципе-то помню. Эсминец как эсминец. Да, скорость, конечно, поворота башен, она на японских эсминцах как-то удручает. Ой, удручает. Отнаруженные силы противника. Естественно, самое... Самое главное, друзья, что вам нужно знать при игре на японских эсминцах, как я уже говорил, это то, что данные корабли не для стрельбы из главных калибров. То есть, ну, нет, стрелять можно, и можно стрелять эффективно, но это не ваша основная задача. Вообще, стреляйте только тогда, когда это нужно. Никогда не стреляйте по противнику, допустим, стоит там, ну, какой-нибудь, там, товарищ, да, на линкоре. Не нужно по нему стрелять с 9 километров, если кроме вас особенно никого нет, потому что он на вас обратит внимание и начнет долбить по вам. Вы все равно ему не нанесете урона там. Ну, нанесете там, ну, тысячу ему, ну, две, может быть, там, дай бог. Вот поэтому пока тоже нет смысла особо выстрелять. Так, до кучи кинул, вдруг попаду на, на, бум. Вот, перезарядка торпедных аппаратов здесь быстрая, поэтому можно спокойно пускать, не особо заморачиваясь. Вот, я свечусь, по-моему, с 6 километров, если я не ошибаюсь. Летят у меня они, блин, остров тут. Торпеды у меня идут на 7, то есть смысл их есть пускать. Так, мне вот не нравится, что там дымы. Откуда они там взялись? Я обнаружен. Это что-то... А, все, понял, почему я обнаружен. Этого товарища я как-то пропустил. Блин, я боюсь, на самом деле. Так, ну давайте пустим дымы, дымки, на самом деле, это может быть полезно. Да, неудачно попал. Да, ребята, жестко. Что-то мы с вами очень жестко... Очень жестко мы с вами... Не подтоплю я его с этих двух торпед. Ладно, придется немножко добавить. А, он утонет сейчас. Это фигня. Я на самом деле очень агрессивно сыграл. Так не делайте никогда. Я просто реально обнаглел в этом бою. Ну, я в последнее время, когда играю на лоу-левеле, я реально очень наглею. Иногда это работает, как сейчас. Вот я просто... Видел, что на меня особо никто внимания не обращает. Просто, вообще. Фугасы хорошо заходят. Скорострель... Сразу говорю, скорострельность у штуки это и низкая. Поэтому, сильно не рассчитывайте, говорю, на ваши главные калибры. Вот, и не забывайте, что, допустим, этот противник, это все-таки эсминец. И он может... Блин, неудачно так едет наш этот. Идет, то есть... Он может торпеды пустить. Поэтому я иду так, чтобы он этого не сделал. Команда противника получила преимущество. Все, забываем про него просто и все. Или я какой-то супер ниндзя, или по мне просто никто попасть не может. Вражеский эсминец уничтожен. Забавно так. Надо быстрее пускать. Оп. Да. Ну ладно, хрен с ним. Стрелять не надо, потому что сагрю только. Так как бы особо на меня внимания никто не обращает. Можем спокойно... Спокойно стрелять. Похоже, я промазал. Зато я захватил базу. Команда получила преимущество. О, ПМК пошли, блин. Я немножко не рассчитал дистанцию. Странно. Меня вроде не должен светиться. Че у меня все стреляют? Постановка дымов завершена. Блин, я такой косой, ребята, это просто жесть. Так, это так нагло идет, и думаю, зайдут торпеды хотя бы одну. Хотя, может, и нет. Обнаружен? А, все, понял. Так, зашло в того. Торпеды справа по борту. Че-то как-то это... Все под контролем. Все, друзья, под контролем. Кроме двигателя. Он не очень под контролем. Так, дымов у меня больше нету. Это плохо. Это, блин, я обнаружен, мать твою. Сейчас этот жахнет по мне. Надо валить. Ну давай, Шандарахни его. Должен потопить. Так, от нифиг девочек кинул. В принципе, перезарядка, говорю, торпед довольно быстрая. Можно пускать вполне. Главное, по одной пачке, не больше. Две только, наверняк, когда. Хрен его знает, че там творится. Торпеды не дошли. А этот, до этого, похоже, дойдут. Да. Сейчас будет неприятный момент, потому что я сейчас засвечусь. Но это, это необходимо, к сожалению. Блин, можно было по этому еще пустить. Так, я уже обнаружена. С какого хрена я вот обнаружен, это большой вопрос. Блин, попал таки, а? Ладно. Неполадки устранены. Так, господи, сколько же можно-то, а? Ну, че, от всех укранишься, что ли? Вот ниндзя хренов, а, на линкоре. Там, не, ну, это не смешно уже. Команда противника получила преимущество. Она в землю сейчас вперед. Ладно, не самый плохой вариант, на самом деле. Этот меня еще не скоро засветит. Сколько у него хп? Блин, много. Давай-давай. Неполадки устранены. Сейчас попробуем по этому кинуть. Надо только поближе подойти немножко. Если ход торпед ваших 7 километров, это не значит, что вы должны 7 километров кидать. Потому что может там буквально немножко не хватить. Так. Так, блин, линкор там. Ой, блин, зря я 2-2 пачки-то кинул, а? Ой, печально. Ой, печально. Ой, печалька, друзья. Ну давай, перезаряжайся быстрее, черт тебя, дери. Вражеский крейсер уничтожен. Поэтому не попал, блин. Давай-давай-давай. Ты должен. Ты можешь. Блин, не хватит. Да, я ушел. Но на самом деле в конце затупил. Я надеялся, что те попадут торпеды, и я их забрал. Да, нам надо было, я слишком агрессивно играл, надо было действовать по-немножко, поаккуратнее. Но, тем не менее, 6 фрагов я сделал, а это много. Правда, подсосал, конечно, кое-что, но тем не менее. Надо играть аккуратнее. Я объясню, почему я в этих боях играл так агрессивно. Я до этого много играл на американских косминстах как раз. И на крейсерах я немножко отвык просто от епошек. Вот, но, как вы видите, машина, в принципе, адекватная. Но мне вот тот же Юмикадзе или Исакадзе нравится гораздо больше. Поэтому я, как только я открою Исакадзе, это случится, я думаю, буквально через пару боев. Я эту хреновину продам, так как мне не очень она нравится. Так себе такая штука. Вот, но играбельно. Давайте дождемся результатов. Тут у меня недолго осталось. Вот, но затащить было реально. Если бы я сыграл чуть поаккуратнее, если бы я попал теми торпедами, то я бы выжил. Потом бы можно было добрать этого вот. И потом уже как-то разобраться с последним линкором мы бы разобрались, я думаю. Вот, не повезло, что он уклонился. Вот, буквально чуть-чуть не хватило, скажем так. Вот, ну ничего бывает, в принципе. Расстраиваться не нужно. Я, кстати, не знаю, тут дают опыт увеличенный, если как бы, как вот, как там называется-то в танках. Достойное сопротивление. Интересно, здесь такое есть? Я что-то не обращал внимания. Надо посмотреть. А че линкор-то не стреляет, я не понимаю, понимаю. Я, он странно, он почему-то не, по-нашему, он стрелял вообще или нет? По-моему, стрелял. Да, он стреляет. Он куда-то не, он безупреждения стреляет просто в корпус. Странно, странно. Смотрите, сейчас он, может, еще и утонет. Не, он не тонет. Ну, там просто феерический дятел на Саусской этой, на Южной Каролине. Он в Авроре просто в сухую слился. Да заряди ты фугас, да выстрелили, я не понимаю. Вот тоже, ну заряди ты фугас на Каролине. Видишь, 140 хп. Нахрена ты, да вы ББшками-то по нему лупишь. Сейчас наш еще может и дотащить. Но, на самом деле, нет, потому что очков мало. Ладно, я отключаюсь, тут думаю, вряд ли кто-то... Если будет интересно, то кусочек оставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну результаты, кстати, не такие уж и хорошие. Давайте посмотрим подробный отсчет. Вот, 53,5 тысячи урона торпедами, 5 тысяч затоплениями и 7 тысяч фугасами. Командный результат. Вот, ну да, на первом месте. И Аврора наша очень неплохо накидала. Вот такой кораблик. Я, конечно, довольно странно на нем сыграл, да, но, тем не менее, машина это довольно-таки достойно. На этом все, друзья.